Сначала надо купить дневник, отправиться с мамой за школьной формой. Третий совет – надо пойти за спортивной формой. Еще надо отправиться за предметами, там ручки, карандаши. Потом надо обязательно купить обложки, чтобы не уругались учителя. Ну форму купить, читать, научиться, читать. Ну, саной и все. В школе научат. Ты уже готов в школе? Да. Осталось еще пухну купить. Настроить себя на школу. Училась хорошо, всегда хотела в школу. Дневник, ручки, карандаши, что все необходимое. Купить форму. И подсказать ребенку, что школа – это очень важно, что там дают знания, и чтобы их ребенок с большим чувством радости шел в школу. Не жалко, что лето закончилось, пора в школу? Жалко. У вас первый класс идет, да, мальчик? Нет, мы уже второй. Но все равно, все равно вот так тяжело. Первый был, даже проще, наверное. Там еще не знали, что такое школа. Мои дети уже выросли. Подготовить, конечно, за лето надо закаляться витаминами. Свои грядки там. Булки, внучки, там все есть. Но в школе готовятся, рассказывают пару? Готовятся, они готовятся. В школу все. Первый сентябрь, все. А у меня сын-то профессор, учителем. Исорик. Он ему вообще знает уже, он очень опытный. А Сноха тоже учительница этого, русский язык. Вот они уже все готовляют, все делают. Готовимся, читать начинаем потихоньку, диктанты пишем, покупаем, ходим. Ну, так. С одноклассниками встречаемся, пока вот каникулы были, не виделись. Все читаю, все прочитали почти. Перед школой повторяем все, что нам задавали, читаем, то, что нам давали читать на лето. В школу хочешь идти? Не очень. Почему не хочешь? Может, друзей, подругу видеть не хочешь? Там скучно. Там можно встретить своих лучших одноклассников, друзей. Можно иногда поиграть на уроки, пока учитель вышел из кабинета. Ну, я соскучилась по подружке, к которой мы часто вместе играем. И по классному руководителю. Я как дед, что я могу сказать. Она у меня чувак старых, по-первых, учится в гимназии. Вот первый класс закончила, переходит во второй класс. Готовлю портфель к школе, собираю вещи сразу перед школой. Если не было взаимоотношения между родителями и учителями, то очень трудно. Потому что сейчас до третьего класса мы это не ощущаем. После третьего, четвертых уже старше. Потому что могут влиять на них более такие дети, которые у нас не все, так будем говорить, благополучные семьи. Поздравляю, особенно первоклассникам, которые только они придут в школу. Первый раз они, что такое линейка, посмотрят они. Чтобы были здоровы, чтобы в семье был порядок, взаимопонимание, благополучие.